Украинское виртуальное сопротивление представляет фильм «Украдена Русь». Создавая свое украинское русинское государство, украинский народ должен пересмотреть и уточнить свою историю, основывая ее на правде и достоверных фактах. Находясь на протяжении веков под властью завоевателей, украинский народ фактически был лишен возможности влиять на формирование национального сознания и развитие своей истории. В результате чего история Украины написана преимущественно в угоду этим завоевателям и оккупантам, которые ее терзали. Особенно не выяснен вопрос о претензиях Московии, о дальнейшей России на историческое наследие Киевской Руси. В романе исследований Владимира Белинского «Страна Максель» или «Московия» сообщаются факты, взятые из исторических источников, преимущественно русских, которые свидетельствуют о коренном искажении истории Российской империи. И это искажение направлено на создание исторической мифологии о том, что Московия и Киевская Русь имеют общие исторические корни, что Московия имеет наследственные права на Киевскую Русь. Историческое мошенничество русских, присвоивших себе прошлое великого Киевского княжества и его народа, нанесло страшный удар по украинскому этносу. Теперь задача состоит в том, чтобы на основе истинных фактов раскрыть лживость и аморальность московской мифологии. Рассмотрим основные вопросы этой исторической проблемы. Московские, а позже русские цари понимали, что без великого прошлого невозможно создать великую нацию и великую империю и завершить полную оккупацию славянских народов. Для этого нужно было украсить свое историческое прошлое и даже присвоить чужое. Поэтому московские цари, начиная с Ивана Грозного, поставили задачу присвоить историю Киевской Руси, ее славное прошлое и создать официальную мифологию Российской империи. На эту московскую мифологию можно было бы не обращать и внимания, если бы эта мифология не затрагивала коренных интересов Украины и не была направлена на полное уничтожение Украины, ее истории, языка, культуры. А время показало, что российские шовинисты делают все возможное для реализации этой задачи. На протяжении веков, особенно с начала XVI века, в головы людей внушали и внушают, что российское государство и русский народ берут начало от великого княжества Киевского. Что Киевская Русь – колыбель трех братских народов – русского, украинского и белорусского. Что россияне по закону старшего брата имеют право на наследие Киевской Руси. Этой жалкой ложью пользуются русские исторографы и государственные деятели России. Известно, что во время существования государства Киевская Русь, или правильно просто Русь, о московском государстве не было ни упоминания и даже слуха. Известно, что московское княжество Кокулу Золотой Орды основано ханом Менгу Тимуром только в 1277 году. К этому времени Киевская Русь уже существовала более 300 лет. Нет никаких фактов о связи Киевской Руси с финским этносом, а позже с московским княжеством. И такой связи не было с Московией у Киевской Руси до 16 века. В то время, как в 1988 году состоялось крещение государства Киевской Русь, финские племена земли Максель находились в полудиком состоянии. Как можно говорить о каком-то старшем брате, когда этот старший брат появился на свет за несколько веков позже русын-украинцев? Он не имеет никакого морального права называть себя старшим братом, диктовать человечеству правила существования, наслаждать свою культуру, язык. Известно, что до конца 15 века не существовало русского государства. И не было старшего брата, не было великорусского и российского народа. А была Суздальская земля и земля Максель, а позже Московское княжество, входящее в состав Золотой Орды. И было частью государства чингизидов с конца 13 до начала 18 века. И народы этой земли называли просто московитами. Московитские историки замалчивают вопрос о своем национальном происхождении. Но хочу напомнить места их обитания. Московиты проживали в 9 и 12 веке на обширной территории от Тулы до Рязани и нынешней Московской области. В круг московитского влияния входили народы. Мере, Весь, Мокша, Чуть, Мордва, Мари и другие. Эти племена стали впоследствии основой народа, прозвавшего себя русскими. В 1137 году на эти земли пришел младший сын киевского князя Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, который остался без княжеского стола в Киевском княжестве. Юрий Долгорукий начал княжение Рюриковичей на землях Максель как колонист, возглавив Суздальское княжество. У него от женщины местного племени родился сын Андрей, которого назвали Боголюбским. Рожденный и воспитанный в лесной глуши, среди полудиких финских племен князь Андрей порвал все связи с родительским домом и со старыми киевскими русинскими традициями. В 1169 году Андрей Боголюбский с помощью финских народов захватил и разрушил Киев. Пришел варвар как завоеватель, грабил, насиловал, убивал как стариков, так и детей и женщин и не испытывал никакого родства к славянской святыне, к граду Киеву. За короткое время, 50-80 лет, на каждое финское поселение был посажен князь с так званых Рюриковичей, уроженцев от матерей, мерянок, муромчанок, макшанок. Так появилось на земле Максель княжество, Владимирское, Рязанское, Тверское и другие, население которых не состояло с киевского русинского народа, а с финских народов. И это подтверждают археологические раскопки. Ни в одном раскопанном кургане не выявлено на этой земле ни одного славянского захоронения. В 1237 году на Суздальскую землю пришли татары-монголы. Все, кто склонял голову, целовал сапог хана, принимал его подданство, оставались живыми и невредимыми. Кто не хотел смириться, уничтожались. Владимирский князь Юрий и Ярослав Севолодович покорились хану Батыю. Таким образом, земля Максель, или Московия, вошла в состав Золотой Орды, империи Чиргизидов. Ее военная сила влилась в военные силы империи Ордынцев. Возглавлял военную дружину земли Максель в составе войска хана Батыя сам Владимирский князь Юрий Всеволодович. Факт формирования в 1238 году военной дружины из финских племен, которые использовались Батыем в завоевательных походах в Европу в 1240-1242 годах, является прямым доказательством установления власти хана в Ростово-Суздальской земле. В период военного похода Юрия Всеволодовича на Владимирское княжество был посажен младший брат Юрия Ярослав Всеволодович, который отдал хану Батыю своего восьмилетнего сына Александра Ярославича на воспитание. Его сын Александр был в Орде у Батыя с 1238 по 1252 год. Александр, названный и прославленный русскими историками Кокневский, усвоил весь уклад и обычай Золотой Орды. Стал кровным братом сына Батыя Сартака. Женился на дочери хана Батыя и впоследствии стал верным слугой Золотой Орды. Возглавил Владимирское княжество в 1252-1263 году. Он не участвовал ни в одной серьезной битве. Все победы Александра Невского – жалкая ложь. Князь Александр просто не мог принимать участие в столкновениях на Неве в 1240 году и на Чудском озере в 1242 году, будучи в это время ребенком. Следует отметить, что управленческая власть Ростова-Суздальских князей была минимальной. Ханом Батыем для руководства княжеством назначался наместник Большой Баскак. Это был полновластный правитель Золотой Орды, который руководствовался законом Ясы. Ложью русских историков является то, что суздальские, а позже московские князья были независимы от Золотой Орды. Первым правителем княжества в ханской грамоте назван Баскак, а князь считался на втором, а то и на третьем месте. Ложью является то, что Москва основана Юрием Долгоруким в 1147 году. Эта дата основания Москвы есть недостоверна, так как не упоминается ни в каких документах и не имеет исторических подтверждений. При первой переписи населения, проведенной Ордой в 1237 году, о поселении Москва не упоминается. При второй переписи 1254 года, о поселении Москва также не упоминается. Москва как поселение была основана в 1272 году. В этом году был проведен третий перепись населения Золотой Орды. И вот как раз при этой переписи упоминается о Москве. Московия как княжество, возникшее в 1277 году по приказу татаро-монгольского хана Менгу Тимура, было обычным улусом Золотой Орды. Первым московским князем стал Даниил, сын Александра Невского. От него берет начало династия московских князей Рюриковичей. В 1319 году хан Узбек назначил своего брата Кулхана удельным московским князем, а с 1328 года великим московским князем. Князь Кулхан в русской исторической литературе назван как Калита. Хан Узбек, приняв ислам, уничтожил почти всех князей Рюриковичей. И во время правления узбек-хана с 1319 по 1328 год произошла смена династии Рюриковичей на династию Чингизидов. И они правили в московском улусе Золотой Орды. А в 1598 в Москве прервалась династия рода Чингизидов, которая началась от князя Ивана Калиты. И как мы видим, в 270 лет Москвой правили чистые Чингизиды. Но вот появилась в московском улусе новая династия. Новая династия Романовых, Кобылины. В 1613 году она обязалась свято хранить древние традиции и принесла клятву на верность старой династии Чингизидов. Московская православная церковь в 1613 году стала стабилизирующей силой, которая обеспечивала хранение татаро-монгольской государственности в Москве. Из приведенных данных видно, что Московия является прямой наследницей Золотой Орды, государства Чингизидов. И в действительности татаро-монголы были крестными отцами московской государственности. Но ни в коем случае не Русь и Киев. Москва никакого отношения к земле Руси не имеет. Украинское виртуальное сопротивление представляет фильм «Украдена Русь». В царствование Ивана Грозного притязание Московии на наследство не только Киевской Руси, но и Византийской империи усиливается. Так, по преданию, шапка Мономаха, якобы подаренная киевскому князю Владимиру Мономаху, его дедом Константином IX, считалась символом передачи власти Византии Киевской Руси. Учитывая, что первым суздальским князем был шестой сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий, то наличие в Москве этой шапки является, мол, доказательством наследственных прав московских правителей не только на Киевский Великокняжеский престол, но и на наследие бывшей Византийской империи. Далее было составлено коварное завещание Владимира Мономаха о передаче наследственных прав сыну Мономаха Юрию Долгорукому, покорителю так называемой Московской земли. Все это было выдумкой. На самом деле шапка Мономаха была золотой бухарской тибетейкой, которую хан Узбек подарил Ивану Калите, Кулхану, который приспособил эту тибетейку, шапку для своего возвышения. Иван Грозный в 1547 году впервые венчался на царство в церкви с титулом московского царя, как наследника греческих и римских императоров. Из 37 подписей членов Синода Православной Церкви, которые скрепили грамоту венчания, присланную из Константинополя в Москву, 35 подписей оказались поддельными. Так Иван Грозный стал наследником византийских императоров. Так узаконилась ложь. Массированную государственную фальсификацию истории своего народа начал Петр I. Он впервые в 1701 году издал указ об изъятии у покоренных народов всех письменных национальных памятников, литописей, хроник, древних исторических записей, церковных документов, архивов. Особенно это касалось Украины, Руси. В 1716 году Петр снимает копию так называемого Кенисбергского литописа, где было показано объединение древнего летописания Киевского и Московского княжества и обосновывалось единство славянских и финских земель. Но доступ к самому оригиналу литописа до сих пор закрыт. Эта Петровая фальсификация стала основой для дальнейшей фальсификации написания так званых общерусских летописных сводов, в которых обосновывалось право Московии на наследственность Киевской Руси. На основе этих фальсификаций 22 октября 1721 года Московия объявила себя Российской империей. Так было украдено у законных наследников Киевской Руси украинцев историческое название «Русь». Петр привез из Европы большое количество специалистов, в том числе и профессионалов-историков, которых привлек к написанию фальшивой истории российского государства. Для этого каждый иностранец поступал на государственную службу, давал присягу о неразглашении государственной тайны и обязывался никогда не покидать Московское государство. Возникает вопрос, какие могут быть государственные тайны при обработке русской истории древних времен. В любой цивилизованной европейской стране после 30-50 лет рассекречиваются все архивы. Российская империя очень боится правды о своем прошлом. Ее исторические архивы до сих пор засекречены, и мы не можем читать оригинальные исторические документы. После Петра, который превратил Московию в Российское государство, элита Московии начала задумываться над необходимостью создания целостной истории собственного государства. За это дело тщательно взялась императрица Екатерина II, которая правила в 1762 по 1796 год. Она не допускала мысли о том, что в царском роду она может быть среди рядовой татаро-монгольской знати. Екатерина II, европейский образованный человек, ознакомившись с архивными первоисточниками, обратила внимание, что вся история государства держится на словесном белинной мифологии и не имеет доказательной базы. Так Екатерина II своим указом от 4 декабря 1723 года создает комиссию для составления записок о древней истории России. Комиссия работает под руководством и присмотром графа Андрея Петровича Шувалова. Основная задача, которая была поставлена перед комиссией, заключалась в том, чтобы переработать в летописи, написать новый летописный свод и другие фальсификации, обосновать законность присвоения России исторического наследия Киевской Руси и создание исторической мифологии у государства российского. Комиссия работала 10 лет. В 1792 году Екатерининская история увидела свет. Работа комиссии проводилась в следующих направлениях. Сбор всех письменных документов, летописей и архивов. Эта работа уже частично была сделана Петром I. Сбор материалов проводился не только из своей страны, а также из других стран – Польши, Турции и т.д. Комиссия также проводила изучение, фальсификацию, переписывание или уничтожение исторических материалов. Так были переписаны летописи «Слово о полку Игоревом», «Повесть временных лет», «Лаврентьевский летопись» и многие другие. Некоторые летописи переписывались по несколько раз, а оригиналы уничтожались или засекречивались. Великоросы, племя великоросов или русский народ, как он сегодня себя называет, появился около 15-17 века среди финских племен Мурома, Мери, Веси и других. Нет истории великоросов на земле Киевской. История великоросов начинается с Московии, которая никогда не была Русью. Татары-монголы, пришедшие на эти земли, несли значительный вклад в формирование великоросов. На психологию великороса наложили отпечаток заимствованный татаро-монгольского инстинкта, завоевателя, деспота, у которого основная цель – мировое господство. Так, к 16 веку сформировался тип человека-завоевателя, старшего в своем невежестве, ярости и жестокости. Этим людям нужна была европейская культура и письменность. Им чужды такие критерии, как мораль, честность, стыд, правдивость, человеческое достоинство, историческая память. Поэтому они отрекаются от своих предков – у графинов, татар и других народов. Они отрекаются от своего родного языка, своей культуры и других исторических ценностей. Чтобы присвоить историю Киевской земли и увековечить эту кражу, великоросам надо было подавить украино-русынский народ, загнать его в рабство, лишить собственного имени, выморить голодом и тому подобное. Украинцев-русын объявили малоросами и начали вталкивать эту версию всему миру. За малейшее отступление от этой версии людей казнили, уничтожали, ссылали в ссылку. Советский период был особенно жестоким. За то время Украина потеряла более 25 миллионов своих сынов и дочерей. Так старший брат, великорос, заставлял жить младшего брата малороса в жестоких объятиях любви.